Еще раз всем привет, снова мы в эфире. Снова с вами Дан Хечо, в проекте Super Photographers, наша вторая часть, которая будет ближе посвящена обработке. Ну да, пару слов еще по моделям скажем, если есть там вопросы по тому, что делать с моделями, можете написать, но еще раз такой как чек-лист, что во-первых, если она пришла своими мыслями заставить ее избавиться, то есть заставить ее устать, стать расслабленной, кому-то коньячка, кому-то поделать гимнастику, кому-то отжаться, кому-то три круга пробежаться и максимально ее расслабить общением, разговорами, спокойной музыкой. И затем работать с руками, с положениями рук, корпуса, тела. Еще раз напоминаю, что все эти вещи у меня будут на онлайн-классе, в котором я говорил, что говорить, чтобы расслабилась, просто с ним общаясь спокойным тоном. Спрашивайте о том, о жизни, что она любит, то есть вспомнить те вещи, о которых вам приятно говорить, которые вас расслабляют. Ведь все люди одинаковые, абсолютно, то есть нет никакой большой разницы. Мы все примерно одинаковые и, собственно говоря, все реагируем одинаково на хорошие вещи и на плохие. Вспоминайте, что вам помогает расслабиться, почувствовать себя свободно, легко, не зажато. Заставьте клиента улыбнуться, скажите ему шутку, комплимент. Поверьте, это всегда сработает. Это простые вещи, но не надо придумать сложных. Все очень просто. возвращали ли вам работы. Какие? В смысле клиенты? Вроде нет. Зачем же возвращать, если они их купили? Сейчас мы уберем, наверное, эти вот вещи. Секундочку. Голи нам не нужно. Эфиры, эфиры, да, все будут идти у нас еще в течение суток доступны. Сохранить. Ну, не знаю, я постараюсь сохранить. Если получится, может где-то их запостим. Может быть, на своем канале YouTube. Так, я сейчас еще раз напишу тему эфира. Так, запеним пост. Ой, дергается камера. Потому с моделями еще старались общаться точно не думайте чего-то суперсложного. Как с самим собой? С какой профессии начинали? Мы уже говорили, что начинал я с художественной школы. И как купил камеру, пошел дальше. Обработка. Работа с моделями. Так. Кстати, кто у нас немножко с английский разбирается и, опять же, не обязательно прям сильно глубоко его знать. У меня очень simple English. У меня, на самом деле, есть курс. Называется он пози... Никто не могу этот свой запинить. Ой, я выскочил. Сейчас. Пин поставить. Он не хочет-то мне пиниться. О, есть, получилось. Все. Так. Едем дальше. Модели для творческих съемок находить не проблема. Есть Инстаграмы, Контакты, Фейсбуки. Сейчас вообще не проблема, мне кажется. Эфиры. Всегда можно найти хорошие модели. Очень важно иметь свой уровень фотографии хороший. Если у вас уровень фотографии хороший, найти модель и на нюс съемку не проблема. Наши девочки хорошо снимаются. Нюс с удовольствием. В России, в Украине очень много моделей шикарных. Стоимость съемки у меня входит 2 часа съемки и 10 фото готовых и исходники. Все, что получится. Еще пару вопросов отвечу, потом покажу подробнее. Мобильные фотографии я, честно говоря, на мобильник особо так не снимаю. Только какие-то travel фото и все. Из 200 фото хороших 5 это нормально. Ну, хотя бы 10 старайтесь сделать. Зависает эфир. У кого там зависает эфир? Все нормально. Так, на каком ноуте обрабатываю фото? Сейчас у меня этот макбук Прошка ставит 2015 года. Исходники черно-белые. Я вам покажу при обработке. Обрабатываю, покажу. Преподавать ваши уроки. Перепродавать. Ну, да. Это, в основном, опять же, связано с нашими российско-украинскими и прочими бывшими СНГ рынками, где наши люди, как говорится, любят все на шару. Ну, не всегда хорошо. Я по себе знаю, что если ты заплатил что-то, то ты уже это усвоишь четко. Поэтому я с нашими странами практически сейчас очень редко работаю. В основном, конечно, больше на Запад. Ну, немножко еще есть и на наши страны. Я вам оставил информацию. Начинающему фотографу Жанна мне определилась, какой объектив приобрести самый первый. Китовый 85-85, лучше продайте. И купите себе полтинник. Хотя бы 1,8. Вот, честно. Для начала. Учите смотреть, как смотрит ваш глаз. Но я бы себе еще какой-нибудь ширик бы взял, конечно. Я без него тоже слабо себя чувствую. Вот так. Все хорошо. Всегда успевать лучше 2 часа съемки, чтобы без результата, которые ожидают. Я могу и раньше его сделать, но беру 2 часа, чтобы был запас. Дольше. Ну, только если клиенту очень нравится сам процесс, но хочется его продлить. Тогда можем продлить его. Такое тоже бывает на самом деле. На западе хорошие заказы. Я не ищу заказов на фото, хотя они тоже есть. Я в основном все-таки ищу у меня... Моя аудитория это фотографы, которые мне учатся. Это в основном любители со сложившимся, скажем так, финансовым состоянием. Они, как правило, могут себе позволить получать информацию платную на ту, которая им интересна. Оборудование я уже рассказал. Свет я использую только дневной, естественный. Я от него оттолкиваюсь. То есть доп-свет я практически не использую очень редко. Да, то есть когда вот... Опять же если доп-свет, то это все-таки постоянный, то есть не импульс. И больше точечный. Так. И еще остальное. По позированию. Все-таки информацию это вам дам. Потому что есть у меня курс. Вот так и называется. Паузин. Ага. Дело сейчас у меня есть. Сейчас найти-то его надо. Я уже сам его спрятал. Курс по позированию. Кто захочет подробнее поработать с позами. Со всем остальным. Сейчас я включу вам. Эта страничка. Она находится на сайте DanHechoPro. DanHechoPro. Называется курс по позированию. Он на английском. То есть. Ну вот. Опять же он называется страничка. Это сайта DanHechoPro. Вот он. Там есть вся информация. Это курс первый. Да, то еще планируется продолжение. То есть там наиболее основные позы. Что входит в курс. Вкратце могу сказать. Это первую часть у нас входит в видео. То есть опять же это работа с моделем в разных положениях. Плюс фото. Которое снято. Это все показывает. Как стоять. Как двигаться на положении. Стоя. Лежа. Сидя. И так далее. Упс. Это мы убираем. Плюс дальнейший анализ. То есть. Вот. Всех этих фото. Это вторая часть. Где я уже рассказывал. То есть. Что мне понравилось. Что мне не понравилось. Какие мне фотографии интересны. Какие не очень. Кому любопытно становится. Ознакомиться с моим мнением. По. Красивым. Позам. Велком. Или напишите мне в личку. Или зайдите на хетчуп урок. Посмотрите. Какие там есть варианты. Он на английском. Опять же говорю. Он достаточно простой английский. Легко понятен. Там все. Все видно. Как его приобрести. И его можно. Уроки на русском языке есть. Я уже показывал. Сайт. Данхетчуру. Тут зайдите. Посмотрите. Прям таким. И напишу его. Данхетчуру. Вот. Вот. Вот он. То есть там все. Все есть предложения. Которые вы можете использовать. Даже специально для проекта Super Photographers. Они сделаны. И вот. Все. Есть. Специально для этого проекта. Специальные цены. И вы можете ими воспользоваться при заказе. Но опять же говорю. Что я еще раз хочу вам предложить. Бесплатный урок по обработке. Я вам заброшу сказать. Давайте так. Еще ребята. 10 минут у нас по моделям. По позированию. И переходим все таки к пост-процессингу. И ваши вопросы. На автоп. Чем здесь не совместима Sigma Art. Не знаю. Честно говоря. На Sigma Art не снимал. Вообще 35 год. Ни разу. Она была Кэнновская. Так. Уроки на узком я рассказал. Как сфотографировать женщину не с идеальной фигурой. И как сделать так же красиво сексуальное. Красивое тело. Сего с любого ракурса. Конечно. Сложность есть. Но опять же. Правильное использование оптики. Правильное использование света. В первую очередь. То есть. Опять же. Понимать. Что вам дает свет. Какие ракурсы. У меня вот голова. Я получаю. Треугольничек. Под глазом. Да. А так нет. Вот я кручу голову. Где-то он красиво ложится. Где-то нет. Смотрите. Как работает свет. Может вам вскрыть. А может помочь. А может наоборот все испортить. Свет. Эта штука очень важная. Плюс оптика. Модели которые пышные. Берите что-то пошире. Но правильно. Пользуйтесь. Так. Чтобы у вас фигуры. Не сильно оттянулись. Но свет в первую очередь. Конечно же. И у меня были клиенты. Конечно же. И не только. Худенькие. Изящные. Были достаточно полные. Но. Главное понимать. Что показать. Подчеркнуть. То есть. Не подчеркивать те вещи. Которые вы не можете скрыть. Лучше их скрывать. То есть. Тканями. Еще чем-то. Как на той же живописи. И оставляйте то. Что смотрится красиво. Что наиболее выигрышно. У кого-то там попа. У кого-то грудь. У кого-то шея. У кого-то лицо. У кого-то прическа. Даже. То есть. У кого-то красивые кости. Именно эти вещи подчеркивайте. А то что вы не можете скрыть светом. Курсом. Скрывайте это. Одежды. Материалами. Тканями. Частично. Так. С светами или ракурсом. Дальше. 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 Пару вопросов. На западноевропейские рынки. Я не ищу там клиентов на съемки. Хотя они тоже есть. Опять же. Они приходят с тех же самых ресурсов. То же самое. Пустите свои фото на западных ресурсах. Курс позже. Какой курс вы имеете ввиду. Лучше напишите в личку мне. Или нахидами. Хечу. Или Данхечу. Потому что то что я вам показывал. Вот. Есть на Данхечу. Про. Данхечу.ру. И мой курс. Который будет идти онлайн. Данхечу.нет. Его можно в принципе потом приобрести. Будет и в записи. Так. Не совместимо. Сигму. Нет. Нет. Не смогу подсказать. Переходим к обработке. Да. Еще пару вопросов. Переходим к обработке. Что вы снимаете. Снимаю. Но сейчас повторюсь. На Pentax 645Z. Средний формат. Цифровой. Любимый объектив. Наверное. Все таки сейчас. Для моего вида. Это 150 на 2.8. Да. Вот. Примерно как. 118. Это получается. На full frame. Так. 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 В темноте снимали. Что посоветую. Посоветую. Искать там свет. И посвечивать. Вот. 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 Так. Все хорошо. Значит. Еще раз. Значит. Когда мы перейдем к обработке. Я сперва. Выключу. Комментарии. Чтобы не мешали. Ни вам. Ни мне. После этого. Я включу. И вы. Позадаете. Свои вопросы. Да. То есть. Чтобы. Можем. Своим. Пообщаться. По обработке. Более плотно. И подробно. Еще раз. Вкратце. Такой. Чек-лист. По пройденному. Тому. Что я рассказывал. Значит. По источнику вдохновения. Это опять же. С чего начинать. Это. Я считаю. Что. Искусство фотографии. Начинать. Классическая живопись. Это то. Что меня вдохновляет. Рекомендую вам. Обращать внимание. На художников. На их цветовые гаммы. На их настроение. На работу с моделями. На картинах. На положение рук. Корпуса. Тела. На направление взглядов. Направление рук. Запомнили. Или записали. И на свет. Да. Дальше. По работе с моделями. Опять же. Переходим плавно. От источника вдохновения. К работе с моделями. То есть. Опять же. Вносим спокойное. Расслабленное состояние. Убираем агрессию. Убираем. Напряжение. Из всех суставов. Из рук. Ног. Коленей. Внимательно следим за тем. Чтобы у нас в камере были. Все таки. Боковые части суставов. То есть. А не суставы прямо. То есть. Все таки. Боковинки. Всех. Рук. Ног. Пальцев. Шеи. Костей. И так далее. Заставляем модель. Убрать все мысли из головы. И расслабиться. То есть. Ваш спокойный голос. Ваше общение. Напоминание. Приятных вещей. То, что вы сами любите. Кому-то коньячка. Если надо. Спокойная музыка помогает. Да. То есть. Спокойное донесение того, что вы делаете. Плюс. Плюс. Всегда показ хороших фото. Чтобы она вам доверяла. Чтобы красиво снимать. Это еще больше. Помогает ей. Быть уверенной в вас. И в себе. И расслабиться. Когда она понимает. Что выглядит со стороны красиво. Это естественно. Помогает ей расслабиться. И быть спокойной. Если модель очень сильно уверенная. Значит. Дайте им поработать. И расслабиться. Чтобы они устали. Вот. Не мог сообщить. Прямой эфир. Будет ли в записи. Запись. Он сейчас доступен. В течение 24 часов. Можете смотреть. Это что касаемо моделей. Записали. Я надеюсь. То есть. И еще. Что изучение фото. Начните все-таки с хорошей живописи. Устройство камеры конечно штука важная. Но. Это все технические нюансы. Технически. Поработать. Со светом. Даже важнее. Чем с камерой. То есть. Как его поставить. Сквозь стороны. И так далее. Но опять же. Я там. Еще раз. Тут не могу показать. Рассказать. Кто захочет подробнее. Велкам. Ну. Вот. На мой онлайн эфир. Который будет. Который будет. Включу. Вот. Это сейчас. Он стоит. 99. Спешил оффер. А вообще. Данхеча. Нет. Там условия. По регистрации. Он англоязычный. Но будет все понятно. Там. Не стесняйтесь. Пишите. Потому что. Полная цена. 159 евро будет. Лучше регистрироваться сейчас. по спец. Сонега. Суперфотограферс. Так. По моделям. Тоже понятно. Значит. Курс. Позинг. Кто-то хочет по позированию. Посмотреть. На Данхеча. Про. Велкам. Я эту информацию. Напишу. Опять же. Под своим. Бесплатным. Подароком. Да. Вам еще. Напоминаю. Который. Будет. Вот. Сделан. Акадами. Хечу. То есть. Под своей фоткой. На. Суперфотограферс. Я. Напишу. Название. Акадами. Хечу. Где. Будет. Информация. О том. Как. Получить. Бесплатный. О том. Как. Получить. Бесплатный. Видео. По обработке. Что. Для этого. Нужно. Сделать. Все. Просто. Подпишитесь. Лайкните. И. Получите. Пользуйтесь. Вот так. Итак. Обработка. Ну. Сейчас. Мы. Переключимся. На. Экран. Более. Подробно. Меня спрашивают. Почему. У меня исходники. Я снимаю. Учебе. Так. Переключаемся. На. Экранчик. Я. Наверное. Сейчас. Убираю. Комментарии. Включу их. Уже. После того. Как. Покажу. Станинные вещи. Приключаемся. На. Наш. Экранчик. Так. Lightroom. Виден. Модель. Какая-то. Стоит. В. 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 Тайна. Переда. В. 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 Заменяю к нему ЧБ пресет, дабы делать отбор тоже в ЧБ формате. Итак, чуть ближе. Доставная цветокоррекция у меня делается вся в программе Lightroom. Adobe Lightroom полностью практически. В Photoshop я цветокоррекции не делаю вообще. Почему? Потому что все, что не нужно, уже получено в Lightroom и будет. При этом, давайте мы сейчас немножко кроп подправим. Вот так вот могли поработать с этой фотографией. Почему Lightroom? Есть пара причин. Во-первых, с Lightroom я познакомился с одной из первых программ 2007 года, когда я начал свою деятельность как фотографом коммерческого, свадьбу снимал, как, собственно говоря, и все. И с тех пор я, по сути, в нем все время и работаю. За это время я создал огромное количество пресетов, потому что я постоянно что-то работаю, создаю и сохраняю. Это способы разной цветокоррекции в Lightroom. В одно время я их продавал на российские рынки, сейчас больше все-таки на Запад, потому что это мой опыт. Это то, что я получил и понял, что это то, чем можно делиться с другими, причем за деньги. То есть это тоже заработок, да, почему нет? Но пробовал ли я другие конвертеры? Да, пробовал. Я пробовал то, что было тогда под рукой и Кепчеван, естественно, наверное, и Кеноновский, и этот замечательный Маковский Апертура. Все хорошо, но именно Lightroom позволяет мне максимально и проще всего добиться тех цветов, которые мне нравятся. А именно, именно те цвета, которые ближе всего к живописи. Я вам уже об этом говорил, что для меня была задача найти для себя именно тот способ обработки, ту программу, которая максимально приблизит мое изображение к виду нарисованного какой-нибудь техникой, маслом, пастелью или еще чем-нибудь. То есть уберет из него вид цифрового фото. Именно Lightroom мне это дал. Поэтому я ее продолжаю использовать. Хотя, конечно же, есть куча других прекрасных конверторов. Если вы ими пользуетесь, пользуйтесь. Но в том числе понимаете, что можно пользоваться и другими, имейте в виду эту информацию, она может вам тоже иногда пригодиться. Итак, сейчас перед вами Lightroom 4. Смотрите внимательно. Lightroom 4. Почему 4? Потому что у меня на самом деле на лэптопе стоит, и на компьютере, у меня стоит и Lightroom. Сейчас покажу вам. Четвертый, затем пятый, затем Lightroom CC, Creative Cloud. То есть по сути целый набор Lightroom стоит. Но тем не менее, основная обработка у меня идет именно в 4. Причина проста. Он самый быстрый. Как это ни странно. То есть у меня он быстрее всего, и меньше всего тормозит именно Lightroom 4. Плюс, опять же, почему мне нравится эта связка, с которой я работаю. Lightroom 4 и Pentax 645 Z. Цифровая моя камера. Потому что эта камера позволяет мне снимать все RAW в DNG формате. То есть, поэтому они открываются абсолютно в любом конверте. В старом, новом, вообще без разницы. Даже ничего одного ряда не нужно. Поэтому я прям очень доволен и счастлив этой связкой для съемки и цветокоррекции. Да, я обрабатываю и в Creative Cloud в Lightroom также. Фотки именно с тех камер, которые не поддерживаются Lightroom. Четвертым, это все новые. Новые Canon, Sony, Fuji. То, чем иногда периодически приходится снимать на разных съемках или на тестах. Так вот, могу сказать, что, в общем-то, все равно Lightroom CC, как по мне, все-таки более тормознутый. Хотя техника работает та же самая, все то же самое, все те же самые пресеты, те же самые цвета. Но, как-то, скорость всего мне меньше нравится. Может, это субъективно, хотя нет. Компьютер мне достаточно объективно говорит, что все-таки четвертый работает быстрее, меньше тормозит. Особенно при работе с хистями. Итак, давайте начнем сначала. У нас фотография, с одной из моих последних съемок. Она даже была творческая, замечательной моделью, актрисы нашей украинской. Сначала. Итак, что самое важное? При обработке человека, поскольку я снимаю людей, я люблю другие жанры фото, да, там и фудфото, и пейзажи, но я снимаю людей. А потому самый главный свет, и этот свет... Сейчас мы еще чуть дальше. Цвет кожи, да? Скинтон. Вот у нас фигура. Цвет кожи человека. Это у нас RAM-файл. То есть он без обработки пока что. То, что Pentax мне выдал в RAVI. Открыл Lightroom. Итак, я должен понимать, что чтобы я не крутил с движками, с ползунками, я должен получить цвет кожи, который все-таки наиболее приятен для взгляда. Поскольку это арт-фотография, да. То есть, в принципе, он может быть теоретически даже вот не прям такой же, как в жизни, да. Он может чуть-чуть отличаться. Может быть там чуть-чуть более желтеньким, чуть-чуть более розовеньким, чуть-чуть более коричневеньким. Ну, кому что нравится. Но он должен быть всегда выглядеть реалистично, да. То есть там не желтым, не зеленым каким-то, не супер оранжевым или тем более синим. Нет. Кожа должна быть кожей. Иметь прекрасный кожаный цвет красивый. Итак. Начнем сначала. Давайте я даже так вот сделаю. Сделаем, сделаем, сделаем. Я уберу сейчас все инструменты. Так вот она, наши чудесные Lightroom-овские инструменты. Lightroom рекомендуем всегда ставить английский. Это наиболее лучший способ чему-то научиться. В том числе и в английском. И больше там поддержки идет. Итак, Basic. В Lightroom есть, условно можно сказать, что вставлены три основных цветовых круга. Кто не знает, это есть такая, как цветовой круг. Иттена, да. Вот он, цветовой круг. Color wheel. То есть со всеми цветами. И вот разработчики Lightroom-а, грубо говоря, взяли один круг. И поместили его куда? В баланс белого. Предварительно сделал с ним что? Предварительно его разрезали. Ну, так вот взяли пополам его. Раз, чикнули. И вставили его в баланс белого. И мы имеем два кусочка этого круга. Кто-то нам пишет. Ой, потом. Сейчас, секундочку. Мне пишут. А что пишут? Мне непонятно. Это мы потом ответим. Значит так. Еще раз. Первый круг, чтобы меня, в смысле, не сбивали. Видео будем рассылать уже. Что еще написали по поводу бесплатного видео. Да, это будет оно вам выслано. Ссылочка. Тем, кто выполнит все условия конкурса. Будет всем разослана. Но уже бесплатно. Вот через сутки после эфира. Примерно завтра вечером. Это даже не конкурс, а просто условие. Да, там, грубо говоря, поставить лайк и подписаться. Так. Не отвлекаюсь. Первый круг сбит на две части. Первый круг на две части. Так, мне кто-то мешает писать его. Чтобы нам не мешали. Так, фокус. На месте. Есть. Круг. Теперь мы имеем возможность. Что делать? Изменяя этот круг Иттена. То есть, корректировать цвета. То есть, от теплого до холодного. То есть, от зеленого до магенты. Прекрасно. Но это лишь малая степень цветовой коррекции. Далее. Второй круг Иттена. Поместили в инструмент HSL. Hue Saturation Luminance. Hue Saturation Luminance. Вот. То, что такое. Не мешает работать. Вот так вот. И разбили этот круг. Еще напоминаю. Вот этот круг. Да. На 8 частей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Получили 8 каналов. Вот эти. 8 цветовых каналов. Теперь мы имеем уже возможность два круга Иттена. Корректировать и получать разный цвет. Третий круг. Поместили в Camera Calibration. Вот сюда. Вот он. И разбили его на три части. Обозвав Red, Green, Blue Primary. Дополнительно плюсом сюда еще добавлен был, что такой же тинт, как в балансе белого. Только с одним отличием он работает по теням. Shadows. Итак, получив три круга, мы можем их миксовать, как цветную палитру, то есть друг с другом, получая разнообразные оттенки цветов. Отлично. Так вот, конечно, здесь мы имеем пополам, тут 8 частичек, здесь 3 частички. Так вот, для корректировки кожи наиболее важный, я считаю, это именно круг, который называется Camera Calibration, сбитый на три части с тинтом, как в балансе белого. Почему? Потому что именно этот круг позволяет корректировать кожу в двух направлениях. Делать ее чуть светлее, чуть темнее, чуть-чуть розовее, чуть-чуть желтее. Что я имею в виду? Показываю. Давайте, чтобы он был чуть-чуть виднее немножечко. Мы чуть поднимем экспозицию, потому что экранчик айфона немножко притеняет все. Камера. Итак, я, кстати, снимаю все фотки немножко under exposure. Мне больше нравится, когда фотки более темненькие и проще подтянуть тени, чем потом искать цвета. Итак, Red Primary, Green Primary, Blue Primary. Что они делают? Посмотрите внимательно. Если я меняю один из этих ползунков в правую или в левую сторону, изменяется цвет кожи. Либо становится более желтым, либо красным. Теперь смотрим на второй канал. Green Primary. То же самое. Более желтым, более красным. Отлично. Третий. Более красным, более желто-зеленым вообще. Что это мне дает? А то, что каждый из этих каналов позволяет мне изменить оттенок кожи, делать его либо чуть желтее, либо чуть розовее. То есть, по сути, я могу вытянуть кожу из любого рефлекса, из любого оттенка, каким бы она ни была. Например, давайте представимся, что во время съемки у меня кожа уехала в желтый цвет. Ну, так получилось. Может, я стемал где-нибудь в листве или с желтыми стенами. Получилась у меня желтая кожа. Я для этого сделал искусственно вправо потянул ползуночек. Как мне скорректировать другими двумя? Да, очень просто. Потянув Green Primer вправо, я добавляю красного в этот оттеночек. То же самое еще в Blue Primer я могу чуть-чуть подбавить. То есть, кожа уже стала более естественной, более такой загорелой. Да, можно корректировать еще дополнительно насыщенность по всем каналам, которые есть, чтобы она не была пересатурированной. При этом уже Camera Calibration не позволяет корректировать, еще раз повторюсь, кожу в правильный цвет. Либо чуть желтоватый, либо чуть розоватый. Уже по вашему вкусу. Поэтому мой совет для начала. Научитесь работать с Camera Calibration. Это именно основной инструмент для корректировки разных оттенков кожи. Подергайте ее в разные стороны. Работает ли он по-другому? Да. Например, вы получили более красную кожу при съемке. Бывает, бывает. Надо что, корректировать ее теперь с помощью Green Primer. Давайте не максимально красную, а чуть-чуть красноватую. Опять же, Green Primer мне добавляют желтого. То есть и Blue Primer я уже тоже могу корректировать в более желтый оттеночек. Видите, вот он. Давайте чуть добавлю насыщенности, чтобы было виднее. Вот. Я снова вытягиваю нормальную кожу. То есть, куда бы я ни повернул, я всегда могу выйти на нормальный цвет кожи. Чуть загорелой, да, там чуть-чуть еще какой-нибудь. Но очень нужный и полезный нам инструмент. Не забыли, запомнили. Вернем все на место. Далее. Как получить, значит, пресет, который бы меня устраивал. То есть, что мне нравится в обработке цветокоррекции. Пойдем сюда. То есть, как я строил свои пресеты. Как я строил свою обработку вообще. То есть, в Lightroom. Они разные. Потому что, вот реально, у меня наработано за... Сколько получается, где-то отработало? В 2007-го года. С версии 1.1. У меня наработано, ну, наверное, больше тысячи, тысячи полторы пресетов. Да, с разными оттенками цветов. Вот так. Потому что я все сохраняю. Я для себя все сохраняю. Коллекционирую. Потому что, как могут где-то применять. Это огромное количество. Конечно, столько, сколько я не пользуюсь. Но, тем не менее, кому-то интересно с ними поговорятся тоже. Так вот. Я пробовал другие пресеты других компаний, других фирм. И, значит, что, да, интересно, но не мое. Я скачивал, пробовал вольско, еще что-то. Вот, ну, понимаю, что не тот цвет, что мне интересен. Поэтому, все-таки, я остался, что я делаю то, что мне самому нравится больше. Без других фирм и компаний. И этим и занимаюсь. То есть, итак, ближе к моей обработке. Давайте, с чего я создаю свои пресеты? Показываю все секреты, да, цвета коррекции. Внимание. Ну, конечно, я люблю изображение, говорю, более контрастное. Окей, я добавляю контраст. Это может быть 50-60% уже пожеланий. Может быть больше, может быть меньше. Но он все равно добавляется. Потому что контраст привлекает внимание зрителя. Вот на границах, да, света и тени. А автоматически добавив контраст, я получаю две проблемы. Первая проблема. Я теряю кучу деталей в тенях. Мне нужно их вытянуть. Что у нас? Есть инструмент красный Шедос, который вытягивает мне детальки. Да, помогает. Я уже корректирую, сколько я хочу показать детализации в тенях. Плюс добавляю общую экспозицию, да, там больше или меньше. Вторая проблема. Как по мне, так даже большая, чем потеря детали в тенях частенько. Это перенасыщенный цвет. Перенасыщенный цвет. И как с ним бороться? Давайте просто. В Altrume есть два чудесных инструмента. Vibrance и Saturation. Что они дают? Я пользуюсь ими двумя способами. Vibrance это инструмент, который помогает мне сделать более слабые цвета более сильными. Посмотрите внимательно, как он работает. А Saturation это то, что все цвета равномерно поднимает вверх или опускает вниз. Раскачивает. Поэтому я для себя заводил два способа использования. Либо я поднимаю Vibrance и опускаю Saturation. То есть таким образом общая цветность всех цветов становится более яркой, а сильные цвета уходят вниз. Либо наоборот. Когда я опускаю Vibrance немножко и чуть-чуть поднимаю Saturation, тогда более сильные цвета становятся еще сильнее, а слабые уходят вниз. И так и так можно пользоваться. Все зависит от вашего желания, пожелания. То есть для большей естественности, наверное, больше вот такой тип подходит от фотокоррекции. Наоборот, тоже можно. То есть он тоже интересен. Но всегда пользуюсь этими двумя инструментами. Далее. Тоновая кривая. Очень хороший инструмент. Очень хорошо мне помогает. Естественно. И я постоянно с ней работаю. Каким образом? Вспомним. Моя задача получить изображение максимально близкое к живописи. Итак, я поэтому убираю точки белого на моем изображении. Перетаскиваю в серое. И точки черного. Тоже перетаскиваю в серое. Казалось бы, для чего? Ну, в принципе, изображение становится ближе к живописи, к пеночной фотографии. Без полных точек черного. Но я теряю контраст. Мне надо установить. Что не помогает? Мне помогает форма кривой. То есть, придав S-образную форму кривой, я снова же поднимаю контраст. При этом оставив тут точки черного и белого в сером. Если мне снова же пропадают детальки в тенях, я снова же использую свои инструменты. Shadows, экспозиция, highlights. Если мне нужно какие-то детальки в цветах тоже проявить. И смотрите, как это работает. До кривой, после кривой. Да, она чуть-чуть меняется. При этом, ну, конечно, на экранчике телефончиков вы этого эффекта всего не видите. Потому все-таки, я думаю, стоит подписаться на мой бесплатный урок. Под Academy Hatch. Я выложу все условия после эфира. Как его получить? Все просто. Просто подпишитесь и подпишите комментарий. И получите ссылочку на бесплатный урок уже потом в личку. Через где-то вот завтра. Через сутки. Но, все-таки принцип я вам сейчас показываю дальше. Итак, что мне еще дает кривая? Она помогает мне положить тонирование именно в той степени, которая мне нравится. То есть, тонирование теней и святовства нанимается более интенсивным. За счет сдвигания точек черного и белого. Что я имею в виду? Поскольку это арт-фотография, да, то есть, и арт-цвета. Они могут отличаться от тех, что в жизни. И ближе к живописи снова же. То есть, я добавляю что? Ну, я обычно люблю цвета все-таки более чуть-чуть теплыми. Можно делать их холодными уже по вкусу, по желанию. Но я стараюсь найти оттенок теплого. Который можно чуть подбавить в цвета. Далее, с тенью. Чаще всего, все-таки в последних преседах, в последние годы, я предпочитаю делать тень более теплой, коричневой, шоколадной. То есть, именно тот самый шоколадный оттенок, который мне нравится и часто можно на моих работах увидеть. Я делаю за счет тонирования теней. Как же получить шоколадный оттенок? А очень просто. Вспоминаем художественную школу, кто учился, чтобы палитру цветов, как мы смешивали, красочки акварельные, кто-то рисовал маслом, масляные, еще какие-то. Чтобы получить у нас коричневый цвет, нам нужно смешать, например, мадженту и зеленый. Допустим, я беру в тенях мадженту. Вот я добавляю активненько. Мадженту, вот она по цвету маджента. И смешиваю с зеленью. Где я беру зелень? Я зелень беру. Камера калибрэйшн. У меня есть чудесный инструмент, тинт, который работает только в шэдоус. И добавляю зелененький. Вот он, зелененький. И уже подбираю степень добавления зеленого, тот оттенок шоколадного, который мне интересен. Коричневый, молочный шоколад, черный шоколад и так далее. Вот, все просто. Дальше, конечно же, я уже могу работать с насыщенностью отдельно по теням, отдельно по вибранс, по сатурэйшн. Вот, если я ее беру еще здесь, я еще больше ставлю тонирование, именно вот это вот шоколадного тонирования, которое я дал смешение в мадженты и грин. Баланс белого общий мне также может помочь, да, то есть добавляю или убираю. Я получаю этот оттенок. Все остальные инструменты достаточно просты. Детальное тонирование, ну вот. Лэнс коррекшн. Значит, здесь по деталям. Но из редакшн я практически никогда не использую, поскольку мне, наоборот, шум нужен. Я часто еще добавляю шум, потому что в живописи при работе с полотном картины, по сути, имеют структуру полотна немножко, которая просвечивает, да, то есть это работает, по сути, как часть какой-то, как зерно. Или пленочное зерно точно так же работает. Как по мне, оно смотрится очень красиво, благородно. Я шум не убираю этот. Цветное, да, конечно, можно убрать, если он присутствует, если это нужно. Лэнс коррекшн уже в зависимости от вашей линзы. Если вам нужно убрать хроматические операции, убирайте. Поправить профиль тоже можете поправить. Почему нет? И я могу добавить еще зерно на самом деле. Сейчас приближу чуточку изображения. Если я добавлю зерно, порядка 15, 20, 25, то моя фотография становится еще ближе к живописи. Или к пленочным фото. Опять же, это из вас есть такая цель. Если нет, ну не добавляйте. Пусть его не будет. Как хотите. Я бы чуть добавил. Хотя бы пятнашечку. Где-то так. Получили такой чудесный шоколадный оттенок. Далее уже можем работать и корректировать. То есть мы можем работать, опять же, с камерой Calibration. Добавляя желтого или розового, или красного. Добавляя, убирая насыщенность по цветам. Далее, с общим балансом белого, добавляя холодного в работу. Или же нет. То есть это тот способ, которым я добавляю холодные оттенки в свою работу. То есть я ввожу Base Background в холодный фон. Вот он, да. То есть именно задний фон. Подбираю его оттенок. Опять же, могу это делать через оттенки голубого. Если это мне интересно. Цветов. Больше-меньше. Придусь работая с насыщенностью. Больше-меньше. И уже отдельно прорабатываю кожу. Причем еще прям сильнее могу ее холодным сделать. Убрал лишнюю насыщенность еще в Saturation. Или же даже поканально. Убрал Orange. Yellow, если он есть, тут же им нет практически. Но мне нужно кожу сделать чуть теплее. И продолжаю мою технику. То есть у меня всегда-всегда я добавляю теплые цвета на кожу человека. Опять же, ставим кисточку. То есть и прорабатываем именно кистью тела человека. То есть что я имею в виду? Баланс белого. Давайте посмотрим. Вот наш баланс белого. Я ставлю его плюс. Где-то порядка 70-75. Может больше-меньше. И начинаю работать именно с кожей. Добавляя. Изменяя Flow Density. Два инструмента для кисти. То есть каждый вот. И добавляю баланс белого светлого на кожу. Смотрим внимательно модели. Вот она. У нас модель. И кожа становится более теплая. Я возвращаю баланс белого с помощью кисти. Вот именно эта процедура в пятом Lightroom и в шестом, конечно, очень тормозит. И тут четвертый все-таки побыстрее. Хотя вот сейчас, по-моему, последний шестой, кстати, вышел CC обновление. Я, кстати, его еще себе не ставил. Но поставить 2018. Говорят, вроде меньше тормозит. Я думаю, что будет полезно вам. Мне его попробовать. Я так и не добрался к нему. Так. Работаем, работаем. То есть я прорабатываю всю кожу кистью. Потому что она стала более теплая. При этом граунда у меня остается холодным. Потому что именно общий баланс белого изменил его в холодную сторону. Смотрим внимательно. То есть это ручная работа. Она несложная. И, в принципе, у меня на обработку фото где-то уходит в Lightroom минут 10-15. Может 20, если прям очень много работы. Но, как правило, минут 10-15. И затем в Photoshop уходит где-то вот сколько? Ну, еще минут 5-7. Максимум 10. То есть у меня там совсем много работы. Вот. Делаю проработку. Значит, еще что еще хочется показать. Давайте так. Я вам сейчас вкратце еще то, что делаю в Photoshop. Быстренько. На примере какой-нибудь же фотографии готовой. Собственно говоря, это вот все, что делается с мини-фото. То есть подбирается пресет. Затем идет проработка кисточкой баланса белого на коже. Полностью по фигуре человека. Чтобы вся кожа была проработана. То есть была красивая. Яркая. Имела хороший загорелый оттенок. Потом я еще могу, конечно, поправить ее насыщенность. Потому что это зависит уже от моего взгляда на то, что я получаю. И мой совет. Как не переборщить с обработкой. Особенно для новичков. Для тех, кто начинает пробовать разные техники. Разные пресеты. Разные плагины. Пожалуйста. После того, как вы воспользуетесь пресетом. Или плагином. Или фильтром для Photoshop. Или для Lightroom пресетом. Сделайте насыщенность минус 20-30%. И после этого продолжайте обработку фото. Просто вам мой большой совет. Поверьте. Это, скажем так, поможет развить ваш вкус. Потому что перенасыщенные цвета. Мало кто умеет с ними работать. Есть пару фотографов, которые мне очень нравятся. Например, как Эрик Мадиган Хегна. То есть он очень шикарно работает с цветами. С насыщенными. Прям с удовольствием смотрю его работы. Но вот старайтесь не переборщить с насыщенностью цветов. Здесь, как правило, даже пройдясь кистью, по фигуре модели, по ее коже, добавив ей теплых оттенков, тонов. Я постараюсь сделать еще что. Я еще потом уберу отдельно ее насыщенность кисти. Чуть-чуть меньше сделаю. Специально на 15-20%, чтобы она не бросалась так в глаза. После этого, не факт, что это все. Я создаю снэпшот. Сохраняю. Это я не то сделал. Сделал before. Сейчас, где наш снэпшот? Вон наше изображение. Снэпшот. Это вариант обработки моего снимка. Работаю еще также очень часто с темной светлой кистью. Но это больше на ЧБ изображений. Потом уже перевожу цвет. Полная моя техника будет доступна в бесплатном уроке. Очень советую все-таки после эфира подписаться на мой аккаунт AcademyHatch. Еще раз его напомню, где вы все это получите. AcademyHatch. Вот этот аккаунт. И там уже я напишу, как получить бесплатный урок. Под последним постом. Еще, например, вот этим постом. Будет все написано, как получить. Я сейчас туда добавлю все условия. И вы уже получите мой полный урок. То есть по обработке. По тому, как я работаю кистями темными и светлыми. О том, как делаю ретушь в фотошопе отдельно. А в Lightroom это тоже, может быть, кстати, не конец. И я очень часто начинаю работать с ими пресетами. То есть пресеты. Именно под цветокоррекцией. Потому что подобрать цвет правильный не всегда сразу получается. То есть и применяю. А может быть мне нравится такой цвет. Я не знаю. Может быть такой цвет сейчас применится на пресет. Может быть мне нравится сегодня вот такой цвет. Но не забывайте, что после применения каждого пресета вы должны... Чем пресетом вы не пользовались? Вашим, чьим-то, моим, еще чем-то. Вы всегда должны править базовые настройки. Это экспозиция. Добиваясь правильной экспозиции. Это, опять же, баланс белого. Понимаю, что вы хотите получить по общему балансу. Наравятся вам, например, эти цвета. Согриняйте еще один снэпшотик. Вот, пресетик. Нравится вам, например, не знаю, может быть такой цвет. Сейчас посмотрим, что получится. Это вот мои пресеты. Да, я вот по ним пробегаюсь и смотрю, что мне применить. Из каких пакетов. Ну, вот там цвета. Пробегают разные. Она у нас сзади. Ну, что-нибудь. Применим. Поглядим, как он меняется. На самом деле, да. Действительно, вот они. Вот еще такие цвета. Все, что хочешь, можно подобрать. Ну, их действительно много. И мне порой очень сложно все это выбрать. Это, наверное, самый... Не забудьте подкорректировать экспозицию после этого немножко. Чтобы она чуть ярче стала. Для меня самый сложный процесс, это был процесс выбора. Кто хочет ближе ознакомиться с моей цветокоррекцией и попробовать самому мои пресеты, это очень просто. Вот у меня есть сайт. HitchoPresets.com Вот он. Так и называется. Информацию всю сброшу. Но вам еще раз. Там есть пакеты с моей пресетами. Опять же, он весь на английском. Потому что в основном продаю я на англоязычную аудиторию. Но кому интересно, может, тем более, что специальное предложение. Если вы покупаете пакет Silver на 133 пресета, вы получаете бесплатную подписку на мой онлайн-веркшоп 16-го числа. Кстати, это единственная цена. Сейчас не можно за 79 евро подписаться. На мой онлайн-класс купю и пресеты. При покупке пакета Gold за... У него спеццена со скидкой 20% в 159 евро. Это их 460 штук. Здесь вот аж сколько там. Вы получаете еще тоже мою подписку на этот вот сайт. Это мой сайт. На мой виркшоп. Вот он. Мой виркшоп, который будет идти вот у нас 16-го декабря. Еще он говорит, что на самом деле хочет познакомиться с моим творчеством ближе, понять, как я это делаю во всех деталях, как работаю с моделью, как обрабатываю. И увидеть все это изнутри моей камеры с захватом экрана. Все-таки я рекомендую на этот виркшоп записаться. Вещь очень нужная и полезная. Через сайт DonHecho.net принимаются заявки запись. Вся эта информация есть также на сайте. Где он, DonHecho.ru? Вот он, DonHecho.ru. Онлайн-фотошкола. Там написано DonHecho. Тут есть предложение по записи на мой виркшоп, предложение по курсу по позированию. И есть три курса на русском языке. Курсы шести уроков. Курс по свадебной фотографии. Это мой опыт по практической и теоретической части и обработке. И курс НЮ еще отдельно есть также на русском. Есть спецпакет. Это можно выбрать. Опять же, пока доступна спеццена. До окончания проекта Super Photographers вы можете их приобрести вот по этим ценам. По спецценам. Он окончен, насказать, 28 декабря. То есть, до этого числа вы можете пользоваться всеми этими скидками без проблем, если это вам будет интересно. Дальше, по пресетам. То, что я вам сказал, да, то есть подписывать. Есть еще одно супер предложение, на самом деле, хитрое. Сейчас я покажу. Есть, у кого есть мобильный телефон, iPhone, можно найти мое приложение со своими пресетами в App Store. Стоит оно всего лишь 5 долларов. И там включается, по-моему, 15 плюс 3 бонусных пресета. И можно попробовать, как они работают на мобильном телефоне или iPad. Для этого абсолютно не нужно даже покупать Lightroom, а достаточно бесплатной версии. Там есть полностью инструкция в приложении. Здесь также есть на сайте Hatchipresets.info. Ну вот, само приложение, оно так и называется Hatchipresets. Набираете в App Store или заходите на Hatchipresets.info. Там есть кликабельная ссылочка. Вот все это будет работать. Упс, чуть-чуть назад. Вот он, да. Это тем, кто хочет побаловаться с моими цветами. Попробовать поиграться с моими оттенками цветокоррекции. Вот так же, да. То есть, походить по разным моим пресетам. Посмотреть превьюшки. Поклацать их. Посмотреть, что да как. То есть, у нас эфир заканчивается буквально через 8 минут. Я включаю ваши комментарии. Пишите ваши комментарии. Ну, в принципе, на самом деле, если будет нужно и много вопросов, я могу еще минут 10-15 следующего часа занять ответы на ваши вопросы. Если это интересно. Еще раз. Кто захочет поиграться, welcome на Hatchipresets.com или на мое мобильное приложение Hatchipresets в App Store. Для айфонов и айпадов. Там есть 15 плюс 3, а 18 пресетов. Очень хорошее приложение, на самом деле. Далее. И напоминаю, бесплатный бонус, который все желающие получат. Заходим на Hatchipresets.com Смотрим условия под последней фоткой. Я их сейчас, буквально после окончания эфира, все запощу. Вы сможете их посмотреть, подписаться и получить бесплатно мой урок, видео полностью по обработке, как детально я это все делаю в Lightroom и в ЧБ варианте, и ретушь в Photoshop. Кепчеваном не пользуюсь, пользовался мне и понравился. Покупки совсем не обязательно покупать. Еще раз говорю, воспользуйтесь моим бесплатным уроком, мое бесплатное предложение. Я размещу здесь сейчас после эфира. Это вещь спонтанная. Чисто потому, что все-таки я с нашей руссказочной аудиторией что-то знаком, много работаю, много друзей там. Берите мой бесплатный урок и пользуйтесь. Почему нет? Покупать совсем не обязательно, поверьте. Хотя я лично по своему опыту знаю, что когда я что-то покупаю, это действительно работает. А Шара, как ни странно, все-таки это негативная вещь, потому что ты не акцентируешь свое внимание. Так, в Photoshop и пластика. Урок по Photoshop будет приложен. Бесплатный подмод на аккаунте Academy Hatch с условиями. Со всеми я все распишу, покажу, как это все делать. Воркшопы за границей. Организует мой менеджер. Есть сайт, который так называется Academy Hatch.com. Там мои воркшопы. Их расписание, что планируется. Что будет, в каких странах. Кто хочет, можно подписаться, приехать. Есть хорошие туры. На Кипр, в Италию, еще куда-то. На Лансарот, на Тенериф. И будем планировать. Приезжайте. Действительно, очень интересно, познавательно. Много информации, общения, друзей, прекрасных фотографий. Правда, это очень интересно. Кто когда-либо был, думаю, не пожалел ни разу и не пожалеет. Еще, например, бесплатно. Здесь, на Academy Hatch, под последней фотографией, здесь, на Academy Hatch, будут через несколько минут мои условия о том, как получить все бесплатно урок по обработке. Полностью с ретушью, с пластикой и со всеми остальными вещами. Париж, пока вот нет организатора. Посмотрим, может быть, организуем. Спасибо вам большое, пожалуйста. Обрабатывать затронули на iPad. Да, можно, почему нет? Ну, чуть-чуть по-другому. Спасибо за эфир, пожалуйста. Пишите, не забываем, подписываемся на Academy Hatch. Я вам все вывешу, там вот все, где, что можно взять бесплатно. Возвращать цвет белый белья на модели. Не обязательно, это же арт-фотография. Если у вас съемка белья, то тогда делайте цвет белья, конечно же. Если вы хотите получить свои цвета, то делайте свои цвета. Ретушь кожи покажу. В уроке бесплатно будет ссылочка. Кепч, все, странно уже. Ага, по-за какими фотографиями я наблюдаю? Давайте, напишу, вот, который мне больше всех нравится. Я с ним даже вот общался через Instagram. Очень прям мне нравятся. И вот цвета, я никогда их не буду делать, сам такие цвета. Но я вот с удовольствием смотрю. Да, вот радуюсь, знаешь, как человек делает. Сейчас почему-то у меня... Ага, вот загрузилось. Эрик Мадиганхек. Да, посмотрели на такой фотограф, фэшн-фотограф. Мне очень нравится, как он снимает. Так, картинки. Почему-то картинки его не открываются. Видимо, интернет мой приходит к концу. Наш эфир у нас тоже, кстати, заканчивается. Совсем что-то не хочет идти интернет. Сохраните эфир, пожалуйста. Постараемся сохранить. О, еще раз, секунду. Вот он, Эрик Мадиганхек. Наконец-то его картинки открылись. Как человек работает с цветами. Мне прям очень нравится. Прям я смотрю с большим удовольствием. Это правда реально круто и очень интересно. Это по фотографам. Все остальное, это живопись. Но это вот, есть фотографы еще, которые мне интересны. С удовольствием смотрю. И современные. Старые мастера. Я очень люблю Паула Роверси. Его стиль вот тут. Он очень близок живописи. Я прям очень вдохновляюсь этими вещами. Вот. Яркие фото у меня. Ну, у меня где-то видели яркие фото? Нет? Я вот у себя яркие фото особо тоже не видел. Потому что тот свет, что вы делаете, это опять же ваше настроение. У меня настроение близок к живописи классики. И потому вот все-таки эти вещи мне важнее, интереснее. Итак, информацию я вам сейчас сказал, показал, что смогу вести в 2 часа нашего эфира. Надеюсь, что-то полезное для себя уже почерпнули. Кто захочет, еще ссылочку бесплатную на урок получит. Еще раз под Экадемией Хечу зайдете, посмотрите. Подпишитесь там. Вот. И получите ссылочку бесплатно на видео урок. Кто подробнее информации хотите, подписывайтесь все-таки на мой онлайн-класс. Рекомендую, правда, это, наверное, все-таки по получению информации наиболее нужная вещь и наиболее полная. Именно онлайн-класс, что все остается в записи, вы все это можете пересматривать. И по съемочной части, и по обработке. Прям это очень классно. Правда, намного лучше, чем оффлайн-классы. У нас эфира уже скоро заканчивается. Буквально одна минуточка. Что еще? Пару вопросик. Я все аккаунты, я все ссылочки повешу и на Super Photographers под своей фоточкой. Вот. И уже потом на Экадемией Хечу повешу. И вам спасибо за внимание. Рад, что вы мне смотрели, слушали. С удовольствием еще делюсь своими знаниями. Спасибо Super Photographers за приглашение меня, за организацию. Я считаю, что они большие молодцы, потому что знания нужно делиться. Я всегда за, всегда делюсь. И совсем не обязательно платно. И много знаний бесплатно также идут и дают полезную информацию. Я думаю, что кто захочет, мы еще спишемся. Пишите мне на почту, пишите мне в Инстаграм. На данном Хечу, на Экадемии Хечу, на оба аккаунта. Будем общаться, будем говорить. Я не прячусь, я всегда перед к общению. Поэтому не бойтесь, не стесняйтесь, пишите. Камеру для человеческого фотографа, на самом деле, это только все зависит от вашего бюджета. Давайте так, все вопросы я вам сейчас, конечно, не смогу ответить, естественно. По поводу того, что еще раз, по ярким цветам, да. Но яркие цвета я не делаю, это не мое. Я могу их делать, я знаю, как их делать, в принципе. Но это не мое. Творческие успеха вам, спасибо большое. У нас остается сколько? Ага, две минуты. И вам успехов также. Смотрите мои работы, смотрите работы других фотографов. Вдохновляйтесь теми, кто вас вдохновляет. Создавайте свои шедевры. Я с удовольствием буду их также смотреть и радоваться за ваши успехи. Дело не в том, еще раз, чтобы что-то кому-то продать. А дело в том, что если вы действительно получили то, что хотите, и все-таки развивались. Я рад всегда за своих учеников, кто у меня учился, ходил на классы. Просто общались мы, кто достигает хороших успехов. Становится известным, популярным. Я прям очень рад. Это для меня, наверное, самый большой бонус и приз, в конечном итоге. Все-таки не денежный вариант. Фотографы, я уже сказал. Эрик Мадихан Хе, Кроверси. Ну, кого еще? Можно, в принципе, Мейзл. Стивен Мейзл тоже неплохо. Вот. Все. Всем счастливо. Был рад видеть. До встречи в интернете, в эфире, в инстаграме. Жду вашей замечательной работы. Надеюсь, что-то хорошее. Все-таки почерпнули. Еще почерпнули. Еще почерпнули.